Одесса Бабушка Олега Филимонова прекрасно готовила. Она научила внука секретному рецепту икры из синих. Моя покойная бабушка, она готовила замечательно, действительно очень вкусно. И она меня научила традиционному одесскому блюду, который называется икра из синих. Друзья, в этом есть определенный, как говорят в Одессе, зехер. Тут не надо торопиться. Прежде всего бабушка говорила так. Пришла, помыла. Что бы она ни готовила, она пришла, помыла. Все ингредиенты пекутся. Баклажаны, перцы, помидоры. Причем до черного цвета. Должна вот шкурка на этих овощах, она быть ну такой, ну практически сгоревшей. Сгоревшей. Да. Но не сгоревшей. Она говорила, ты должен будешь увидеть. Я и я увидел. Потом синее надо положить под гнет, для того, чтобы стекла горечь. Принципиальный момент. Стекает горечь, после этого ты все чистишь и после этого начинаешь что? Ни в коем случае. Многие перекручивают на мясорубке икру из синих. Никогда не должны синие соприкасаться с металлом. Это деревянная сикачка. Деревянный ножик такой, ну как топорик такой, которым надо всю эту историю рубить. Часами она рубила это дело. Заправляешь синее обязательно базарным, жареным, темного цвета, неосветленным запахом. Естественно, туда чеснок еще добавляется. Вот потом это все вымешивается, сильно вымешивается. Добавляется уксус и, внимание, сахар. Его не должно быть много, его должно быть чуть-чуть. Вот это, друзья мои, рецепт знаменитого одесского блюда икра из синих имени моей бабушки. От французского бульвара к морю спускается канатная дорога. Ей уже бог знает сколько лет. Кабинки движутся очень медленно и из них открывается просто невероятный вид на пляжи, склоны и, конечно же, трассу здоровья. Трасса здоровья – это такие шесть километров ровной дороги вдоль морского побережья, где не ездят машины, где одесситы бегают, катаются на велосипедах, коньках, ну и просто отдыхают. А публика здесь самая разнообразная. Можно встретить заядлых спринтеров, велосипедистов, роллеров, скейтеров и даже чемпионов по забегу с коляской на дальней дистанции. Но я отвлекся. Итак, канатная дорога. Мало кто из одесситов знает, но кабинки под номером 13 на ней нет. Между 12 и 14 здесь находится кабинка 00. Кстати, это я. Хотите верьте, хотите нет, но эта кабинка на самом деле счастливая. У людей, которые прокатятся в ней, сбываются самые невероятные желания. У некоторых они сбываются прямо сейчас. Главное – загадывать желание правильно. Одно из важных качеств одессита – умение поговорить со всеми и обо всем. Настоящий одессит не страдает излишним стеснением. Ему или ей всегда есть что сказать. Или, как говорят в Одессе, одессит всегда имеет сказать вам пару слов. Гуляем мы как-то с гостями по городу. В какой-то момент выходим на Дунскую площадь, к зданию старой одесской биржи, где сейчас заседает городская дума. Довольно далеко от нас идет женщина. Нормальная такая дама одесских форм. Видит, что гости явно в городе, меняет траекторию, доходит до меня и нежно меня так по плечику. И говорит. Деточка, я вам хочу сказать, что это так и здесь. Плохая акустика. Забавный факт. Плохой акустикой на всю Одессу прославилась вовсе не Дума, а филармония. Красивейшее здание, изначально построенное, как новая купеческая биржа. Его создатель, архитектор Бернардаци, специально спланировал акустику зала таким образом, чтобы торгующие на бирже коммерсанты не могли подслушать разговоров друг друга. Включаюсь в разговор. А что вы говорите? Конечно. Здесь же сидят депутаты. Они нас совсем не слышат. А туда я хожу слушать музыку. Там просто прекрасная акустика. А я ее спрашиваю, это вам Хуберт Эрл сказал? Да. Правда он хороший мальчик? Аллилуйя! 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 Эта история абсолютно реальна. А она случилась совсем недавно. Одним теплым одесским воскресным утром около десяти. ... ... ... Алло! ... ... Мне срочно нужно купить путевку! Но сегодня выходной. Вам срочно? Очень! Может в понедельник с утра? Вам курьером ее доставим, куда надо. Нет, мне нужно именно сейчас Есть путевочка на неделю, вы не завтра Отлично, давайте на неделю Я сейчас вам подготовлю договор Оставайтесь на линии Извините, извините, а можно на две недели? Можно на две, соответственно у вас будет одна бесплатная экскурсия А можно сразу на три? Можно и на три Мы бесплатно вас отвезем в аэропорт Отлично, я вам сейчас перезвоню Хорошо, звоните же там Алло Скажите, а можно сразу на четыре недели? Все можно И мы еще дадим вам бесплатную поездку на велосипеде Велосипеда не надо Почему не надо? Да ты понимаешь, я моряк Одиннадцать месяцев в рейсе И только один дома А путевку я для тещи беру Пап? Есть в Одессе места, о которых знает каждый турист А есть укромные уголки города, о которых даже коренные одессиды не в курсе Одно из таких мест — это 133-й причал Лакомый кусочек на берегу Одесского моря 133-й причал под 411 батареей Можно съехать к Гоголю у моря, а дальше пройтись немного пешком Это частная территория, лодочная станция с маленькими подвальчиками, в которых лодочки спрятаны Контейнеры, оборудованные по всем роскошеским меркам, в которых люди как-то живут И просто хорошие дома, как Каролина Бугас, только в черте города Чистый песок Десятки мангалов, на которых вкусно жарят мясо Безбожно загорелые дети Свободное море, без волнорезов, простирающееся вдаль до самого горизонта Здесь хорошо загорать, особенно, когда знаешь, какой самолет сейчас взлетает или садится Вот Одесса-Прага А вон твоя мама полетела Одесса — это одна большая семья Между одесситами на самом деле не так уж много общего Успешные бизнесмены с последних этажей престижных новостроев и рабочий класс с пересыпи Обитатели уютных одесских двориков и почитатели загородных вилл Трудяги и аферисты в душе Музыканты и театралы, но также и грузчики в незаменимом одесском порту Продавцы легендарного седьмого километра и доктора всех возможных наук Нас объединяют всего две вещи Гостеприимство и неподдельная любовь к Одессе Это трудно передать словами Впрочем, не стоит даже пытаться Как говорил Жванецкий, Одесса — это не город, это улыбка Бога Понять это просто Достаточно сложить вещи в небольшую дорожную сумку И начать самое увлекательное путешествие в жизни Путешествие в Одессу Где найти мне слова, чтоб сказать обо всём Где найти мне слова, чтоб вернуться в мой дом Там, где море и солнце, луна и прибой Мы приедем туда с тобой Как тебе объяснить, что он лучше всех И звучат здесь всегда лишь веселье и смех Здесь накормят тебя и икрой, и ухой Мы вернемся сюда с тобой Город мой Город мой я в мечтах лелею И любовь с каждым днём сильнее Я тебе говорю, люблю Я тебя о любви молю Где найти мне слова, чтоб сказать обо всём Где найти мне слова, чтоб вернуться в мой дом Там, где море и солнце, луна и прибой Мы приедем сюда с тобой 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 Мы приедем, мы приедем, мы приедем туда с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok